Чаще всего практические врачи, в первую очередь врач амбулаторного звена, встречаются с больными, у которых сочетанная патология, то, что мы называем мультиморбидностью. Нередко наряду с повышением давления имеется курение, ожирение, злоупотребление алкоголем и целый ряд других моментов. И вот российские данные 3000 патологоэнтомических вскрытий. Было показано, что частота сочетания различных патологических процессов у людей в среднем возрасте за 65 лет составляет 94%, практически 95%. А наиболее часто в работе врача встречается комбинация из двух или трех нозологий, но в единичных случаях до 3%, у одного пациента сочетание до 6-8 болезней одновременно. Я еще сказал о том, что мы это состояние называем сочетанной патологией или мультиморбидностью. Но есть еще два термина, которые для нас имеют значение. Полиморбидность – это наличие у одного больного нескольких заболеваний, не связанных между собой патогенезом и генетически. Например, артериальная гипертония и вирусный гепатит, артериальная гипертония и перелом бедра. Обратите внимание, не связанных между собой патогенезом и генетически. Это тоже утяжеляет прогноз, но в меньшей степени, чем коморбидность. Коморбидность – это сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний патогенетически или генетически взаимосвязанных между собой. Примеры. Цереброваскулярная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Цереброваскулярная недостаточность и хроническая сердечная недостаточность. Цереброваскулярная недостаточность и сахарный диабет. Я поставил на первое место цереброваскулярную недостаточность, потому что это основная тема нашей сегодняшней встречи. Что же делать врачу в такой ситуации? Ну, в первую очередь он должен думать о том, что кроме терапии, которая целенаправленно нацелена на ту или иную патологию, ну, например, на коррекцию повышенных цифр артериального давления, он обязательно должен подумать о метаболической терапии. Потому что в итоге любая патология рано или поздно приводит к нарушению клеточного метаболизма, и биохимические изменения, которые проходят на этом уровне, они, как правило, прогрессируют очень быстро. Если мы только задумаемся о возможности применения в комплексной терапии препарата метаболического характера, препарата, который защищает обмен и саму клетку, то здесь у нас больше надежды добиться стабильного, хорошего эффекта. Вот как пример у нас, может быть, сегодня упомянут препарат под названием мельдоний, препарат, который был создан в 1976 году, в 1970 году, рижским исследователем Ивром Калнышем. Особенно интерес этот препарат вызвал у врачей, когда ВАДА, международная организация по антидопинговому контролю, она запретила использовать этот препарат у спортсменов. Врачи обратили на это внимание и косвенно сразу сделали вывод. Раз запрещают у спортсменов, значит, он все-таки реально работает. В качестве цитопротективной терапии показаны средства, блокирующие парциальное окисление свободных жирных кислот и так называемые, так называемые ПФОКС-ингибиторы, к которым относятся три препарата метаболического характера. Это ранолазин, триметазидин и мелдронат. Но сегодня мы поподробнее поговорим о мелдронате. Он имеет двойной механизм действия. Это НО-зависимый механизм, оксид азота-зависимый механизм, и ингибирование окисления жирных кислот, это так называемый ПФОКС-механизм. Этот слайд я зачитывать подробно не буду. Если он вас заинтересовал, вы можете при повторении сегодняшней нашей конференции, она будет вывешена на сайте Медзнания через пять дней. И вы сможете еще раз подробно познакомиться со слайдами. Но суть этого слайда заключается в многофакторном влиянии на процессы, которые мы встречаем очень часто при осмотре наших больных. Это ишемическая болезнь с артериальной гипертонией, это церебровоскулярные заболевания, это просто ишемическая болезнь, и сочетание ее с сахарным диабетом, и риски сердечно-сосудистых осложнений. Вот основные эффекты мелдроната. Это вазопротекция и цитопротекция. И суммируя более сложные объяснения этих механизмов, можно так обозначить значимость этого препарата. Это корректор метаболизма с мультифакторной защитой органов и тканей. Благодаря двойному механизму цито- и вазопротекции улучшает перфузию при ишемии, снижает потребность, в частности, миокарда в кислороде, но и других тканей в том числе. Благодаря мультифакторному действию мелдроната его применение позволяет не только оказывать влияние на различные звенья патогенеза, но и уменьшать лекарственную нагрузку при радиусерийсосудистых заболеваний и цербро-васкулярных отклонений от нормы. Но сегодня, учитывая, что мелдронат хорошо известен неврозом, я все-таки сделаю наряду с отражением этого вида патологии, и все-таки сделаю акцент на использовании этого препарата в сочетании неврологических отклонений с сердечно-сосудистыми видами патологии. И вот если еще раз говорить о механизме действия, то нужно сказать, что препарат восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках, защищая их от повреждения. Области применения мелдронаты. Мы уже говорили о цербро-васкулярных заболеваниях. И вот давайте немножко поподробнее поговорим о сочетании этого вида патологии, а это очень часто бывает, с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и при высоком сердечно-сосудистом риске. Вот что касается ишемической болезни сердца. Каждый второй пациент испытывает приступы стонокардии даже на хорошо подобранной стандартной терапии. И вот в этом исследовании показано, что мелдронат приводит к уменьшению глубины дефекта перфузии у пациентов с ишемической болезнью сердца. Данные статистически достоверные. Это исследование свидетельствует о том, что мелдронат снижает площадь и глубину дефекта перфузии у пациентов с ишемической болезнью сердца. В среднем это идет, глубина дефекта уменьшается на 10% и статистически значимо уменьшается площадь дефекта перфузии. Мелдронат снижает частоту приступов стонокардии и потребность применения нитроглицерина у пациентов с ишемической болезнью сердца и в тех случаях даже, когда это сопровождается сцеблевоскулярной патологией. В частности, частота приступов стонокардии снижается в среднем на 33%, а потребность в нитроглицерине примерно в 1,5 раза. Мелдронат также увеличивает время до развития приступов стонокардии и депрессии с сегмента эстелект кардиограммы у пациентов ишемической болезни сердца. увеличивает время до развития приступов стонокардии на примерно 11%, а увеличивает время до развития депрессии сегмента эстелекта эстелекта в среднем на 14%. Мелдронат также увеличивает время общей нагрузки в среднем на 13% и позволяет увеличить мощность проводимой нагрузки в среднем на 8,5%. Все это свидетельствует о том, что метаболические эффекты мелдроната они благоприятно влияют на показатели состояния сердца при ишемической болезни сердца. Что касается хронической сердечной недостаточности, которая тоже часто сочетается с серверовоскулярной недостаточностью. Сердечная недостаточность – это клинический синдром, характеризующийся неуклонным прогрессированием, приводящим к потере трудоспособности и ухудшению качества жизни, являющейся одной из основных причин госпитализации и росту смертности. Вот это исследование подтвердило, что мелдронат позволяет увеличить фракцию выброса левого желудчика. Данные статистически достоверны, что свидетельствует о улучшении насосной функции, основной функции миокарда. И мелдронат увеличивает минутный объем выброса, что улучшает периферический кровоток. Вот это исследование свидетельствует о том, что мелдронат достоверно увеличивает изменения максимальной нагрузки, времени нагрузки и суммарно произведенной работы, что чрезвычайно важно у больных, у которых уже имеется снижение этих показателей. Все данные статистически достоверны. Демонстрируемое исследование подтверждает увеличение скорости тренирующей ходьбы, высокая достоверность примерно на 10%, и снижает степень субъективных неприятных ощущений по шкале Борга на цифру существенную почти 45%. Мелдронат у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в комбинации с селезинаприлом на фоне максимальной нагрузки достоверно снижает повышение артериального давления. То есть его сочетание при артериальной гипертонии и той же церебровоскулярной патологии позволяет добиться в большем проценте случаев так называемых целевых уровней артериального давления. Данные статистически достоверны. Мелдронат по целому ряду показателей улучшает самочувствие и качество жизни больных по большинству параметров. Но здесь сложная таблица. Изменения выделены, они статистически достоверны, и они позволяют сделать заключение, что улучшается общее состояние здоровья. Жизнеспособность, она тоже возрастает по больной характеристике, и социальное функционирование тоже становится более эффективным. Что касается повышения кардиоскулярного риска, в частности при артериальной гипертонии. 80% больных гипертоний не достигает целевого уровня артериального давления и остаются в зоне риска инсульта и инфаркта. И вот данные исследований, которые проводились в нашей стране, это демонстрация того, что у пациентов с ашемической болезнью сердца и артериальной гипертензией улучшается суточный профиль АД, и сочетание этих двух видов терапии способствует дополнительному снижению артериального давления на 7 мм ртутного столба по сравнению только применения энолаприла. Систолическое давление снижается на 37%, диастолическое на 23%. Добавление мелдроната через 6 месяцев дает прибавку снижения давления, систолическое в частности на 7 мм, что имеет существенное значение. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью в комбинации с лизинаприлом на фоне максимальной нагрузки достоверность снижает сочетание этих препаратов повышения артериального давления. Статистически достоверно. Мелдронат и высокий кардиоваскулярный риск, в частности артериальная гипертония. Мелдронат уменьшает астенический синдром у пожилых пациентов с артериальной гипертонией, что в связи с увеличением продолжительности жизни в нашей стране за последние 10 лет, что имеет существенное значение, так как процент пожилых пациентов существенно увеличивается. И высокий сердечно-сосуистый риск и сахарный диабет, что тоже нередко в плане мультиморбидности встречается при патологии центральной нервной системы. Сахарный диабет, это мы знаем один из важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые считаются основной причиной смерти пациентов. Трое из четверых больных диабетом умирают от причин, связанных с атеросклерозом. В большинстве случаев это 75% от ишемической болезни сердца. Мелдронат у подобных больных улучшает чувствительность ткани к инсулину и снижает уровень глюкозы и гликированного гемоглобина. Уровень глюкозы на тощах снижается в среднем на 12%, гликированный гемоглобин тоже на 12%. У пациентов с сочетанием этих двух видов патологии мелдронат благоприятно влияет на уровень диабетической, периферической, сенсорной нейропатии. Увеличивает скорость проведения возбуждения по моторному волокну на 37% и увеличивает скорость проведения возбуждения по сенсорному волокну в 4 раза. Этот препарат у пациентов обсуждаемой группы ИБС и сахарный диабет 2 типа благоприятно влияет на динамику показателей качества жизни. По шкале физическое функционирование, по шкале ролевое функционирование и по шкале общее состояние здоровья. Проценты впечатляют, соответственно, 56%, 75% и 45% положительной динамики. Сочетание высокого сосудистого риска с сахарным диабетом 2 типа у пациентов с диабетической ретинопатией снижает скорость циркуляторного сопротивления в глазной артерии на 23% и пролиферативная стадия уменьшает на 7%. У пациентов с диабетической ретинопатией позитивный этот препарат влияет на гемодинамические параметры кровотоком в глазной артерии. И я бы хотел вам показать пример современных возможностей контроля микроциркуляции на уровне, бульбарном уровне глаза. Вот посмотрите слева, посмотрите слева до лечения. Прерывистый тип кровотока по капиллярам и даже слайдирование форменных элементов. На фоне лечения, включая мелдранат, посмотрите, какая положительная динамика. Я подчеркиваю, этот метод, он разработан у нас в стране. У нас в стране сейчас создан центр микроциркуляции и вы можете по интернету поинтересоваться возможностью обследования своих больных для уточнения эффективности подобранной терапии и оценки качества проводимого лечения. У пациентов с перемежающейся хромотой мелдранат у подобной группы больных высокий сосудистый риск сакриндиабет второго типа он демонстрирует возможность увеличить физическую нагрузку. И вот динамика абсолютного расстояния перемежающейся хромоты показана в метрах. Прирост 22% и затем увеличение этого прироста на 34% от исходного. Мелдранат также снижает сосудистый тонус и улучшает периверический кровоток, что можно соответствующим методам на доказательном уровне проконтролировать у наших пациентов. И в заключение мелдранат в кардиологии это ишемическая болезнь сердца. Здесь четко расшифрованы те положительные моменты, которые обусловливают его применение. Хроническая сердечная недостаточность, высокий сердечно-сосудистый риск. Я подчеркиваю, что зачитывать слайд сейчас этот, я думаю, нет смысла. Многое он повторяет из того, что уже прозвучало. Хочу еще раз напомнить, что через пять дней на сайте Медзнания будет вывешен повтор сегодняшней конференции и вы можете в спокойной обстановке, останавливая демонстрацию для детального анализа всех слайдов, которые прозвучали сегодня, вы можете еще более детально познакомиться с той информацией, которая сегодня прозвучала. На этом слайде показан режим дозирования мелбраната. Его можно посмотреть в любом справочнике. Он уже уточнен. Он уточнен для больных с ишемической болезнью сердца, инфаркта миокарда. Он уточнен для стабильной стенокардии. Он уточнен для ишемической болезни сердца и хронической оседейчной недостаточности, дисгормональной кардиопатии. И уже накоплен большой положительный материал на применение этого препарата. И здесь на первом месте стоит хроническая недостаточность мозгового кровообращения, нарушение мозгового кровообращения и затем сердечно-сосудистые заболевания. Эта информация, она доступна в справочном материале. Дополнительную информацию по этому препарату и по результатам его использования можно посмотреть вот на этой ссылке. Ссылке мелдраната. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго. Пожалуйста, возьмите. К Анатолию Ивановичу есть ряд вопросов. Филатова Татьяна Витова спрашивает, насколько длительно возможно применять медранат или все же это курсовой режим? Если курсовой, то как часто повторять курсы? И зависит ли длительность от длительности заболевания? Есть данные наблюдения шестимесячного и есть данные наиболее длительного наблюдения. Ограничений, доказанных ограничений в применении, в длительности применения мелдраната на сегодняшний день нет. Но чаще всего, учитывая, что пациенты привыкли к курсовому лечению, чаще всего на практике врачи, особенно поликлинического звена, используют курсы шестимесячные. Хотя подчеркиваю, что можно применять и дольше. Попова Ирина Николаевна спрашивает, часто при назначении мелдранатом стали отмечаться приступы тахикардии как следствие повышения атриарного давления. Что делалось? Можно это расценивать как индивидуальную реакцию на препарат. Здесь надо очень детально проанализировать сложившуюся ситуацию. Вообще, у мелдраната, как у всякого эффективного препарата, есть побочные явления. Но, нужно сказать, что склонность к тахикардии, к повышению давления, это не очень частые проявления побочных явлений. В этой ситуации нужно либо уменьшить дозу применения препарата, либо его отменить и посмотреть, сколь быстро уйдут эти явления. Если они уходят быстро, это нужно трактовать как проявление непереносимости или побочные явления, связанные с препаратом. Следующий вопрос. Вероника Борисовна Дягилева спрашивает, скажите, пожалуйста, насколько следсообразным применение метроната у коморбийных пациентов при таких заболеваниях как любые нарушения ритма, артерио-вентрикулярные блокады, ну, я, не совсем понимаю, БПНПГ, ЛНПГ, ЭКСП. Это различного рода блокады. Нарушение внутрисердичного проведения эритического импульса. Я должен сказать, что в принципе применение препарата возможно, особенно если есть хроническая сердечная недостаточность или есть проявление стенокардии. Но должен сказать, что, конечно, чудо ждать при нарушениях проводимости от этого препарата не надо. Хотя некоторые клинические наблюдения показали, что восстанавливается в ряде случаев проводимость. Но должен сказать, что нарушение проводимости это, как правило, очень тяжелые, порой необратимые изменения в проводящей системе сердца и восстановить которое бывает крайне сложно. попытаться можно пообещать пациенту, что эти нарушения исчезнут. Я думаю, это не совсем обоснованно. Водос Ренуванов спрашивает длительность и целесообразность значения мелдроната при хронической ишемии мозга. Уже был ответ на этот вопрос докладчика, который выступал до меня. Хроническая ишемия мозга это показания к применению мелдроната. Какие признаки передозировки мелдроната спрашивает Шаманов Константин. Есть ли в мелдроната побочные действия? У всякого, я еще раз повторю, у всякого действующего, реально действующего препарата есть, мы их теперь называем не побочные действия, а побочные явления. У мелдроната они тоже есть, процент невысокий. Действительно, у некоторых больных, как мы уже отвечали на вопрос, бывает тахикардия или склонность к тахикардии, у некоторых бывает колебания артериального давления в сторону повышения. Но я хочу подчеркнуть, что эти изменения тягостными не бывают, опасными их назвать нельзя. И если у нас возникло подозрение, что появившиеся признаки подобных побочных явлений связаны с препаратом, нужно уменьшить его дозу или на время отменить. Если это быстро исчезает, это побочное явление препарата. Макаро Юрий Сергеевин спрашивает, как долго можно принимать меддонат? Мы уже говорили о том, что врачи участковые и очень часто по желанию пациентов, потому что пациентам трудно свыкнуться с мыслью пожизненного приема препарата. И вот это сочетание установок и пациента, и участкового врача приводит чаще всего к шестимесячному курсу применения препарата. Хотя я подчеркиваю, что никаких данных за необходимость сокращения курса нет. И есть основания говорить о том, что длительный прием препарата, он может оказывать положительный эффект. Полякова Елена спрашивает, нужно ли проводить метаболическую поддержку, применять меддонат пациентам группы риска в период пика респираторных инфекций и реквалиценции пожилые пациенты с хроническим сирисосудистым и цервоскуляром заболевания. И всегда, то в каких случаях, на мой взгляд, это наиболее оправданно. Для того, чтобы не заниматься полипрагмазией, я полагаю, что в период острой стадии респираторной инфекции применение этого препарата мало обосновано. Но когда человек начинает выходить из острой стадии и количество препаратов, которым лечили его до этого, мы можем уменьшить, для того, чтобы ускорить выход из этого состояния и уменьшить проявление остыней, которые чаще всего бывают после респираторных инфекций, особенно у пожилых и старых людей, я полагаю, применение этого препарата вполне обосновано. И последний вопрос Кузова, Елена Михайловна, имеются ли данные применения метрорната в больных саперепсией? Моглядь ли ответить? Вот, наверное, лучше вам, потому что я этими данными не располагаю. Я скажу, что я тоже не читал статей о применении этого препарата в больных саперепсией. Единственное, что скажу, в больных саперепсией надо с осторожностью начать препараты, усиливающие метаболизм головного мозга. Поскольку усиливаем метаболизм, мы усиливаем и активность эпилептического очага. У больных могут быть обострения приступов эпилепсии при таких препаратах. Поэтому препараты нейрометаболического ряда не рекомендуется и рекомендуется с осторожностью применять при больных с эпилепсией. Я думаю, медрорнат относится к таким же препаратам.